В результате действий государства, управляющего, сложилась такая своеобразная элита из таких же козлов, которые также ведут народа на скотобойню. Кто такая элита? Это развлекающиеся бездельники, но они не сидят у телевизоров, как вы, друзья. И если исходить из того, что мы сегодня реально видим, что осталось от России, по сути элита это те, кто продает свой народ и давно продали всю землю российскую. Элита России, сегодняшняя элита, была сформирована в недрах военной разведки. И именно они ставили к власти тех своих птенцов, детей, тех правителей, которые входили в черный интернационал. Это все дети, их дети. Поэтому они воспитаны были с самого начала. Они не крестьянские дети. У них совершенно другое образование. Оно, в общем-то, первоклассное образование. Горбачев, который, в общем-то, начал полное разорение России. Он имел два высших образования. Потом Яковлев, который был соучастником. Три высших образования. Одно из которых – Колумбийский университет США. Посмотрите, допустим, Ельцин, который продолжил развал России. О нем презрительно отзывались во всем СССР. Но не в Москве. Здесь он был кумиром. Кумиром всех слабоумных. Особенно московских ученых. Если вы помните, его на танке, как его поддержала Москва. И Москва вся галопом шизофреническим бежала тогда к Белому дому, к Останкино, брать телецентры. За кого боролись? Ну, друзья, что же вы сегодня плачетесь и стонете о том, что вас обобрали, у вас украли деньги, у вас украли стабильность, у вас украли жизнь, по большому счету. Вам не платят пенсии. Собственно говоря, это ведь нельзя назвать пенсией то, что вы сегодня имеете. Это какие-то крохи, чтобы вы не умерли с голоду. Это совершенно не пенсия. Это не то, что вы заработали. А куда идет то, что вы заработали. Да вы и сами не знаете, куда идет все то, что вы заработали. Поэтому что можно сказать о той элите, тупая, дегенеративная элита? Посмотрите на доктора экономических наук Егора Гайдара, при взгляде на физиономию которого оживляются все психиатры. Вы помните, да? Ну, он совершенно больной человек. Лицо больного человека. Но ведь это он непосредственно вел реформы. А кто ему помогал? На кого он опирался в развале России? Потомственный москвич Сергей Филатов, кандидат технических наук. Сергей Шахрай, заведующий лабораторией МГУ, кандидат юридических наук. Ну, Шохин еще выпускник МГУ, доктор экономических наук. Международные дела возглавлял потомственный москвич и потомственный дипломат, родившийся в Брюсселе, окончивший МГИМО, кандидат исторических наук Андрей Козырев. Вспомним советника Ельцина Станкевича, кандидата исторических наук, удостойного награды Американского центра международного лидерства за большой вклад в развитие общественно-политической мысли. Этот клад выразился в том, что Станкевич, когда брал взятки, то выдавал на них расписки. До такого и в самом деле никто в мире додуматься не мог. Затем этот потомственный москвич скрывался в Польше от правосудия, потому что они сами своих же начали давить, чтобы выдаить. доить стали. И таким образом выдавливали из них деньги. И те сбегали за границу, чтобы, ну, в общем-то, не платить, не отдавать свои кровно заработанные на взятках деньги. Поэтому, друзья, когда вы сегодня говорите о развале, о том, что отдали земли, то, знаете, надо понимать, что не Путин начал этот процесс. Этот процесс начали наши военные давно. Руководимые сначала разведкой Соединенных Штатов, а затем разведкой Китая. С чем я вас и поздравляю, друзья, я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Слушайте мои новости, таких вам новостей никто не расскажет. А когда ко мне набегают кремлеботы, я даже рада, потому что понятно, что здесь я попала в яблочко, в цель. Их очень сжалит в их анальные отверстия. Так что они очень злятся от этого. Помогайте, друзья, мне, моему каналу, потому что без помощи очень трудно выживать и делать новые ролики.